Нам надо зайти в эту программу, чтобы она сгорела. А почему получается так, как получается, плохо? На уровне сознания-то мы все хотим хорошего. Записи, которую вы даже не выбирали. Будет у нас достаток, будет у нас хорошее образование, будут ли родители поддерживающие. Всё это мы сделали сами до того, как мы сюда пришли. Можно изменить негативные программы, их можно осознать и переработать. Мы не можем их изменить. Вам кажется, что на уровне логики я это изменю. Но как только вы начинаете действовать, вы начинаете действовать из своих подсознательных программ. Почему? Почему получается так, что каждый человек хочет удачно выйти замуж или жениться, хочет много заработать денег. На уровне сознания-то мы все хотим хорошего. А почему получается так, как получается, плохо? Вроде выходила замуж за приличного человека, а оказалось, что он абюзер и в конце концов прибил. Почему? Подсознание. Мы всегда делаем действия из подсознательных программ. Они автоматически сильнее, и вы их не осознаёте. И когда вы сидите в какой-то ситуации, вам кажется, как я сюда попала? Или как я сюда попала? Но не может быть. Это как будто не со мной происходит. Это не с вами происходит. И не может быть. Потому что подсознательные программы туда перевели. Записи, которые вы даже не выбирали. По кармическим предрасположенностям вас отправили в эту среду, и вам записали то, что вы творили в предыдущих. И вы даже не выбирали. И двашнее наше счастье какое? Осознанные родители. Если бы у нас были осознанные родители, на 50% нам уже карму скосили. А эти осознанные родители, если бы дали дальше знания, вы уже сами работали. И тут уже совсем другая судьба. То есть будет у нас достаток, будет у нас хорошее образование, будут ли родители поддерживающие. Всё это мы сделали сами до того, как мы сюда пришли. Их можно осознать и переработать. Как это происходит? Нам надо зайти в эту программу, чтобы она сгорела. Понимаете? А как? У вас там миллиарды в подсознании. Вы что? Это сколько вам надо сидеть, чтобы каждую историю вспоминать. А вы это не сознательно многие вещи делаете. У вас стёрто. Вы понимаете? Как вы не понимаете этого. И тогда, когда мы идём в медитацию, у меня выходят люди, мы прорабатываем. Ну и основные программы считываю, прорабатываем. Они говорят, я плачу, не знаю почему. И это самое прекрасное. Я говорю, это прекрасно. Потому что там может быть целый ряд, когда разных уровней действия сгорают. Когда у нас какая-то негативная ситуация, мы можем это переработать. и выпустить вообще на другой уровень. Понимаете? Как быстро может происходить излечение. И когда мы говорим, когда есть такая способность у мастера, он может в один момент, в одну медитацию зайти и вылечить любую болезнь внутри себя. Понимаете? Способен ли другой человек это делать? Любой способен. Понимаете? Если вы станете мастером самих себя, своего тела, своего сознания, вы не представляете, какие невероятные возможности перед вами начнут открываться. Значит, как убирать негативную программу? Проработка подсознания — это медитация, ребят. Что бы человек ни читал и как бы он ни хорохорился, если он не делает практику, мы не можем надеяться, что у него есть мудрость или милосердие. Это невозможно. Это раскрывается, когда вы перестаете вот эти впечатления во вне брать, разворачиваете во внутрь всё своё внимание и начинаете работать во внутреннем своём пространстве, в своём сознании. Понимаете? И работа с инициированным наставником. Конечно, в этом очень важно. Дальше. Шаги на пути к истинным знаниям. Изучение и получение знаний удаляет не знания, а глупость. Размышление устраняет сомнения, а медитация раскрывает истинную мудрость. Помните об этом. То есть, когда мы изучаем какие-то знания, книжки, да, ну да, мы можем стать более такими подкованными, умными. Размышляем потом, если, то устраняем сомнения какие-то, что да, это так как-то работает, это действительно так, да, мы поразмышляли. А потом медитация у нас раскрывается, приходит опыт. И вот тогда у нас никто этого не может выбить, понимаете? Вы точно знаете, по каким дорогам идти, что делать со своей жизнью, чтобы быть счастливыми. Как отработать негативную карму? Ну, нейробиологический приём это медитация, практики, принная моментальный доток. Сегодня это уже доказано, да, и сейчас все занимаются этими медитациями. Физический уровень – это йога, пилатес, детокс, энергия клеток, потому что мы должны клетку очищать от токсинов сейчас, в сегодняшнее время. И генетический уровень – это изменение ДНК, включение хороших и выключение плохих генов, уметь влиять на ДНК свой, да, всё это есть на программе «Пятый». И почему он уникальный, и почему он так быстро работает, почему он удивляет многих людей? Ну, потому что он берёт со всех сфер, да, мы работаем сразу над всеми структурами.